Ну, конечно, как вы понимаете, трудно выступать после отца Александра и после отца Владимира. Я знал отца Александра менее, но познакомился с ним в самые последние годы его жизни, во время крещения на квартире друзей. Потом помню, что Соня Рукова меня записала в еженедельник отца Александра. Ему написала Ваня, а мне написала ОА только, потому что все-таки шел еще в 87-й, по-моему, год. И помню, когда я впервые в новой деревне, как в конце службы вышел отец Александр, как бы демонстративно, специально, громко сказал, а где здесь Ваня? А потом помню разговоры с ним, исповедь и так далее. И вот первое, что я хотел сказать, что мне дали вот эти немногие встречи, разговоры с отцом Александром. Но прежде всего, его видение православия. То есть то, что для него православие, это не музейное явление, то, что для него православие, это не новая национальная идеология постсоветской России, то, что для него православие, это не банальное превозношение или, скажем, идеализация мифического прошлого. И неважно какого, 19-го ли века, 4-го даже века или... Когда отец Александр говорил и писал о православии, а также о Христе, он использовал грамматическое настоящее время гораздо чаще и больше, чем прошедшее. Притом настоящее и будущее тоже. Для отца Александра православие – это Христос Воскресший. А Он здесь и сейчас, как мы знаем. Он современных всех людей, Он всегда современный. Вот такое видение православия – это самое первое, что вот у меня остается лично благодаря встрече с отцом Александром. Православие для отца Александра – это церковь миссионерская, которая не боится общения и диалога с кем бы то ни было, которая ведет диалог со всеми, и тут неважно, с другими ли церквами христианскими, с другими религиями, с людьми всех убеждений, со светской культурой. Церковь, которая готова, по слову апостола Павла, для всех сделаться всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Церковь, которая проповедует современному миру и потому способна говорить с ним на его языке, способна ценить его культуру. Поэтому, как вы все знаете, в мышлении отца Александра все прекрасное, что творит человек, любое человеческое устремление к справедливости, прогрессу и так далее, имеет непосредственное отношение ко Христу и к церкви. И здесь, позвольте мне, разрешите мне, процитируясь отца Александра из его замечательной книги «Сын человеческий», когда он пишет «Величие человека, как образа и подобие Творца, в том, что он может стать участником созидания царства. Когда победа над злом будет полной, тогда осуществится то, о чем грезили, чего жаждали и что приближали миллионы разумных существ. Все самое прекрасное, созданное ими, войдет в вечное царство, наступит ир сынов Божьих, которую лишь в отдаленных подобиях описывала Библия. Однако уже и теперь в этом несовершенном, полном ужаса и страдании веки сила и слава грядущего могут быть обретены. Призывный свет царства горит вдали, но в то же время отблески его рядом с нами, в простых вещах и событиях жизни, в радости и скорби, в самотверженности и одолении соблазнов, предчувствии его в звездах и цветах, весенней природе, в золоте осени, в кипении прибоя и ливнях, в радуге, красок музыки, смелой мечте и творчестве, борьбе и познании в любви и молитве». Вот это, мне кажется, может быть, главное кредо отца Александра. И, безусловно, вот такая церковь, которая выходила из-под поля, готовая к диалогу с миром, была в 1990 году абсолютно неудобной системе. Боюсь, к сожалению, что она и сейчас остается не совсем удобной, потому что намного более управляемая церковь, которая говорит о себе и Христе, и христианстве, исключительно используя прошедшее время. Только как о некоем возврате к ушедшему прошлому намного более удобна церковь музейного типа, церковь, которая довольствуется тем, чтобы стать с национальной идеологией. Но это трагедия. Это первое. А второе, что я хотел сказать, так получилось, что после кончины отца Александра, я подумал, вдруг мне пришла в голову мысль о том, чтобы переводить «Сын человеческий» на итальянский язык. Я это делал исключительно в знак признательности отцу Александру, и потому что книга мне нравилась. Но все-таки должен признаться в том, что он не был вполне уверен. Насколько целесообразна вот эта моя идея. И самое сложное было убедить издателя итальянского. Тут надо объяснить, что в Риме находятся все папские институты богословские по всем направлениям богословия, и библейский институт, и какой угодно, литургический, и прочее, и прочее. И потому вся богословская литература, ну почти вся, какая существует просто в мире, она переводится на итальянский язык. Соответственно, жизнеописание Иисуса Христа на итальянском огромное изобилие. Почти все, что вышло во всем мире, существует в итальянском переводе. И потому, какой смысл переводить книгу, которую написал какой-то русский священник в советское время. Как-то издателю казалось это немножко странно. Но в 96-м году вышло первое издание в сентябре 96-го года. А вот в конце ноября, когда и готовились к продаже, к рождеству, издатель был вынужден сделать уже второй тираж, второе издание. Фактически за полтора-два месяца был исчерпан первый тираж. Потом в 99-м году ко мне, в 8-м, ко мне обратился французский издатель с предложением перевести эту книгу на французский язык. Надо говорить, что у меня французский второй язык. Потом я сначала тоже не знал, как делать, но так получилось, что я дважды переводил эту книгу сначала на итальянский, потом на французский. А вот на французский, это тоже интересная история, потому что Франция очень светская, более секулярная, чем Италия страна. А книга имела больше успеха, чем в Италии. То есть тираж превысила 10 тысяч с самого начала. Была замечательная презентация, это был 99-й год, поэтому накануне юбилейного года 2000-го и с отцом Георгием Чистяковым мы вместе поехали во Францию и выступали в разных местах. Самое замечательное, это была презентация в Париже, в которой участвовал кардинал Люстеже, который лично один раз встретил с отцом Александром. Но потом, вот это как раз французский перевод попал во Франкфурт, в самую большую книжную ярмарку Европы, и после этого пошли все переводы, испанский, португальский, румынский, греческий и прочее. Я уже не помню, сколько их всего, вот Павел, наверное, знает. Только об одном, что бразильское издание, которое второе по численности после русского, после оригинала, то есть тираж огромный, бразильское, представьте себе. Вот какая огромная разница в культуре между Россией и Бразилией. И вот так получается, что есть одна община, которая занимается излечением, скажем так, наркоманов и, ну, зависимых, скажем так, людей. Она взяла вот эту книгу как методику для излечения, вот, зависимых людей. Вот удивительная вещь, вот как сегодняшний бразильский наркоман может что-то узнать о Христе благодаря тому, что вот отец Александр когда-то написал эту книгу. Ну, я хотел еще много сказать, но боюсь, что время, так что сокращу по ходу дел. Хотел сказать о том, что отцу Александру, о книге, о том, что отцу Александру удалось сохранить удивительное равновесие между научным характером и доступностью текста. Ну, это написано у меня в присловии, так что. Потом о том, что она очень хорошо написана, что отец Александр с настоящим мастерством талантливого писателя. Он передает события, инсценирует диалоги, чередует в разумных дозах действия и повествования и так далее. Ну, и что вот драма Христа становится, как я написал в предисловии, в то же время и внутренней драме учеников, понтипилата, иуды и так далее. Я написал о том, что литературное достоинство повествования передает та манер, в которой представлен главный герой, то есть Иисус Христос. Я думаю, что здесь главный секрет отца Александра. Он как будто знал лично своего главного героя, не всем писателям так удается так убедительно писать, потому что он действительно его знал лично. И об этом все. И я бы сказал, вот последнее, что для меня важно, что оставил нам отец Александр, как мне кажется, на сегодняшний день. Он нам оставил эту книгу, безусловно, которая, думаю, самая важная все-таки, потому что сопровождала его в течение всей жизни. И, как вы знаете, наверное, он начал писать в возрасте 14 лет и все-таки усовершенствовал разные редакции до конца жизни фактически. Но он также нам оставил шеститомник, он оставил библейские словары, он оставил огромное количество изданных при его жизни в самоиздате или в Бельгии книг. А также, вы знаете, что очень много, благодаря усилиям Павла Вольфовича, Натальи Федоровны, Розы Адамянцы и так далее, появилось огромное количество книг, которые составили фактически после смерти отца Александра. Вот это огромное наследие, богословское наследие. Вот отец Владимир замечательно сказал, вот кто он, философ, проповедник, богослов и так далее, все это вместе, безусловно. Вот огромное богословское наследие. Конечно, удивительно проповедническая, миссионерская деятельность отца Александра, особенно в последние лет. Я это помню лично, когда он выступал каждую неделю, по несколько раз в неделю, вот в разных местах, в кинотеатрах, домах культуры и прочее, прочее. Ну, также удивительно пастырская работа, вот собрание, как он собрал приход в новую деревню совершенно разных людей. И что еще труднее, из талантливых людей, это крайне трудно для любого священника. Вот, тоже отец Владимир замечательно сказал, вот сейчас начинается и воскресная школа, и прочее, и прочее. Вот на последнем партиальном собрании священник Патриарх говорил о том, как вот желательно, чтобы миряне больше участвовали. И в богослужении, в смысле, что все пели, все знали, и участвовали в жизни прихода. Но вот для отца Александра все это уже было реальностью в 70-е годы, наверное. А что еще нам оставил? Мне кажется, он нам оставил, во-первых, свою веру в присутствие Христа посреди нас. Вот это веру в то, что это и есть Церковь, что Церковь есть ничто иное, как присутствие воскресшего Христа посреди нас. И, следовательно, что Церковь здесь и сейчас должна вести диалог, должна свидетельствовать нашему миру. Отец Александр как и второй, вот отец Александр как богослов, как мыслитель, как пастыр, как христианин, нам еще оставил очень важное наследие. Это его пример жизни, вот святости жизни. Но вы все знаете, многие здесь сидящие и стоящие также знают почти наизусть эпилог книги «Сын Человеческий», где он пишет о том, что евангельская проповедь принесла надежду опустощенным, отчаявшимся, вдохнула в них энергию жизни, о том, что Евангелие осудило угнетателей, возвысило женщину, способствует искоренению рабства, о том, что в каждую эпоху Новый Завет обнаруживал скрытый в нем неистащимый импусик творчеству, вот это абсолютно по... и что перед Крестом склонились величайшие умы всех народов, о том, что идеали справедливости, братства, свободы, самоотверженного служения, вера в конечную победу добра и ценности человеческой личности, словом, все, что противостоит тирании, лжи и насилию, черпает пусть и бессознательно живую воду из евангельского родника. Вот все это креду отца Александра. Но он все-таки нам оставит, кроме этого, кроме этого его замечательное видение нашей веры, он нам еще оставит пример жизни. И вот предпоследний абзац Сына Человеческого нам говорит одну, как мне кажется, удивительную вещь, которую, может быть, не все заметили. Вы, наверное, знаете тоже почти наизусть эти слова. Столетие, минувшее с пасхального утра в Иудее, не более, чем пролог к богочеловеческой полноте Церкви, начало того, что было обещано ей Иисусом. Но ваша жизнь дала только первые подчас еще слабые ростки. Религия благой вести есть религия будущего. И все это мы знаем. А вот что меня поражает. Но Царство Божие уже существует в красоте мира, и там, где среди людей побеждает добро, в истинных учениках Господа, и вот что больше всего мне нравится, в святых и подвижниках, то есть в тех, кто хочет идти за ним, кто не покинул Христа среди тяжких испытаний Его Церкви. Вот эти слова, если они были актуальны в советское время, мне кажется, они чрезвычайно актуальны и сейчас. То есть, получается, святые подвижники это те, кто хочет идти за Христом и не покинули Его среди тяжких испытаний Его Церкви. Вот, мне кажется, это и есть пример Его жизни. И для меня самое важное, что мне оставил отец Александр. Спасибо. Спасибо.